Уже второй день у побережья полуострова Гангут стоял полный штиль. Отряд шведского контр-адмирала Нильса Эриншольда был заперт русскими галерами в Рилаксфьорде и ждал помощи от главных сил своего флота. Но без ветра его парусники не могли двинуться с места. Это была западня. Русские предложили шведам капитулировать. Но Эриншольд не считал свое положение безнадежным. Стоит подуть ветру, и военная удача переменится. У московитов еще несколько лет назад не было своего флота. Разве выдержат они бой с хорошо обученным противником? До начала сражения оставалось несколько часов. Гангутское сражение не стало решающим в Северной войне, но в российской истории оно занимает особое место. 27 июля 1714 года русский флот впервые бросил вызов грозному сопернику, шведам и вышел из схватки победителям. Северной войне Уже 15-й год Россия вела тяжелую войну против Швеции. Долгая борьба на суше закончилась полным разгромом противника в битве под Полтавой в 1709 году. Швеция более не представляла для России угрозы на сухопутном театре военных действий. Однако по-прежнему была сильнейшей в Северной Европе морской державой. У нее еще оставался мощный флот. А вот России свой флот еще предстояло создать. Петр Первый, вступив на престол, имел совершенно четкое понимание того простого факта, что государь армию имеющий одну руку имеет, а государь флот имеющий вторую руку имеет. Так вот, и второй руки у Петра не было. Потому что морского флота Россия не имела фактически. Русский царь Петр Первый с детства грезил кораблями. И несмотря на сухопутные победы, мечта о море в нем не тускнела. По сути, первым кораблем российского военно-морского флота стала личная яхта молодого царя Святой Петр. Яхта Святой Петр была создана голландскими мастерами в Архангельске в 1693 году. Она имела 12 орудий и одну мачту с прямым и косым парусами. Петр Первый совершил на яхте Святой Петр свою первую экспедицию по Белому морю, впервые подняв русский судовой штандарт. Были у России корабли и до Петра. Но их сооружали за очень большие деньги и только в период войн. А потом забрасывали, и они сгнивали без пользы. Новый российский государь был намерен завести большой военный флот не ради одной войны, а навсегда, регулярно. Но чтобы он появился, требовалось создавать с нуля целые отрасли промышленности и воспитывать своих, отечественных специалистов. Нужны были инженеры, которые будут строить эти корабли. Нужны были квалифицированные рабочие, которые эти корабли будут ремонтировать и обслуживать. Это тоже далеко не тривиально, прямо скажем. Нужны были химические составы для обработки дерева, для полировки бронзовых деталей, для пропитки канатов. Никакая, хоть и примитивная, но химическая промышленность. И люди, которые в этом разбираются. Нужны офицеры, которые разбираются в географии, математике, астрономии. Это целый комплекс наук. Нужны были люди с высшим европейским образованием. В 1702 году, во время путешествия на Соловки, Петр I распорядился возвести на Большом Заяцком острове деревянный храм и осветить его во имя Андрея Первозванного, покровителя России, а теперь и русского флота. Спустя 7 лет мечта Петра I начала осуществляться. На российских верфях создавались корабли, которым предстояло пройти испытания в боях. И по волнам они пойдут под Андреевским флагом. Петр I лично нарисовал около 10 эскизов этого флага, постепенно приближаясь к окончательному варианту. Флаг белый, через который синий крест святого Андрея того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение. В 1703 году русские войска взяли шведскую крепость Нейншанс, расположенную в устье Невы. Вскоре здесь началось строительство крепости Санкт-Петербург. По замыслу Петра, она должна была стать главной базой русского флота на Балтике. Но шведы в то время обладали абсолютным превосходством на море. Над Санкт-Петербургом, который пока существовал только в проекте, уже нависла угроза. 2 мая 1703 года к устью Невы подошла шведская военная эскадра из девяти судов. Вице-адмирал фон Нумерс собирался помочь Нейншансу, еще не зная, что тот сдался. Спустя 4 дня вице-адмирал выслал на разведку восьмипушечную шняву Астрильд и десятипушечный адмиральский бот Гедден. Удалением от шведской эскадры двух кораблей решил воспользоваться Петр Великий, который выступал тогда так же, как и в Великом посольстве, под псевдонимом бомбардира Петра Михайлова, капитана уже бомбардирной роты Преображенского полка. По совету своего ближайшего сподвижника Александра Даниловича Меншикова он решает попытаться напасть на эти два удалившихся корабля для того, чтобы Россия получила некое ободрение, ну, что-то вроде первой морской маленькой победы для себя. Меншиков разработал смелый план. В ночь на 7 мая, перед самым рассветом, 30 лодок с солдатами-добровольцами пошли на сближение с кораблями противника. Лодки разделили на два отряда. Первый незаметно надвигался на шведов вдоль берега, покрытого лесом Васильевского острова. Второй заходил со стороны моря. Обнаружив приближение русских лодок, неприятель попытался вернуться к основным силам своей эскадры, но шведам помешали сильный встречный ветер и мелководье. Российские солдаты бросились в атаку и овладели двумя кораблями с многочисленной артиллерией. Это была первая морская победа России. Петр приказал сделать гравюру с изображением этой победы, этой баталии морской, и отчеканить медали серебряные и золотые с надписью «Небываемое бывает» 1703 год. Нужно понимать, что для жителей сухопутной страны вот такого рода события было полностью переворачиванием их ментальности с ног на голову. Возможно победить на море. Вот пусть большими силами против двух кораблей, тем не менее, возможно победить. Российские судостроители уже спускали на воду собственные линейные корабли и фрегаты, снабженные мощной артиллерией. Они строились на Ладожском озере, откуда их доставляли по Неве, в Финский залив. Но пока подданные Петра увереннее чувствовали себя на малых грибных судах, удобных для войны на мелководье. Численность ударной группировки русского грибного флота на Балтике достигала 200 боевых единиц и составляли его два типа галер. Галера. Парусно-гребное судно. В XVIII веке предназначалось для боев у береговой линии, на мелководье и в условиях сложной навигации. Русские галеры делились на два типа – полугалеры и более легкие – скамповеи. Скамповеи использовались в основном для перевозки войск, разведки, высадки и огневой поддержки десантов. Полугалеры имели на вооружении 9-11 орудий. Скамповеи – 7. Именно с помощью галерного флота русский царь надеялся прорвать шведскую морскую блокаду. Конец зимы 1714 года. Российские войска захватили весь юг и большую часть центральных земель Финляндии. На суше неприятель отступал. Оставалось решить в свою пользу ситуацию на море. 11 мая 1714 года Петр принял на себя командование авангардом русского флота под именем Петра Михайлова в чине Шаутбинахта. Шаутбинахт – адмиральский военно-морской чин в Нидерландах. В переводе с голландского – «в ночь смотрящий». В Российской империи звание Шаутбинахта было введено в начале 18 века и соответствовало званию контр-адмирала. Петр был пожалован чином Шаутбинахта в 1709 году после победы под Полтавой. Теперь, спустя 5 лет, он ждал не менее славной победы на море. В военную кампанию 1714 года Петр I намеревался сделать завершающей в Северной войне. Был подготовлен план совместно с датским флотом организовать высадку русских и датских войск под главной военно-морской базой Швеции Карлскруной. Захватить шведский флот – это главный теперь был военный актив Швеции. С помощью флота Швеция могла вести активную оборону. И после этого Швеция должна была подписать на условиях северных союзников России и Дании мирное соглашение. В июне 1714 года русская грибная флотилия отправилась в порт Аба, чтобы доставить туда 15-тысячный десант для усиления русского военного гарнизона. Удалось найти в архиве песни русских солдат, которые на галерах пошли на запад. И вот они преисполнены вот этого боевого духа. Они желают одержать победу над шведами. Там есть такие слова – свяжем их в единый ком, дожить будет царский дом, ну и так далее. Такие незатейливые песни. Россия имела галерный флот, которым не располагала ни одна Балтийская держава. Он насчитывал 99 полугалер из Камповей. Флот делился на три эскадры по 33 галеры в каждой – «Авангард», «Кардебаталия» и «Арьергард». Каждая эскадра, в свою очередь, подразделялась на 1-ю, 2-ю и 3-ю дивизии по 11 галер. Возглавил грибную флотилию ближайший сподвижник Петра I Федор Апраксин. Апраксин Федор Матвеевич. Представитель старинного боярского рода, один из создателей русского военного флота. Граф, генерал-адмирал, первый президент Адмиралтейств коллегии. Под его руководством был построен первый русский торговый корабль нового образца. В 1700 году назначен главой Адмиралтейского приказа. Отличался высокой работоспособностью, широким диапазоном знаний, неподкупностью. Парусный флот под началом Петра сосредоточился в Ревеле, нынешнем Таллине. Он должен был отвлекать внимание шведов. Под прикрытием парусников галеры Апраксина благополучно совершили переход в финские шхеры. Оттуда флотилия прошла к полуострову Гангут. Это далеко выступающий в воды Балтийского моря полуостров, где морские глубины подходят прямо очень близко к берегу. Таким образом, там шведский корабельный флот, подойдя вплотную к берегу, мог не пропустить дальше русские галеры. До Гангута русские галеры могли продвигаться вдоль берега шхерами среди множества островов, скал и проливов между ними. После Гангута такой возможности не было. Именно там путь корабля Апраксина преградил шведский флот под командованием адмирала Ватранга. Ватранг Густав – шведский флотоводец, участник Северной войны. Родился в семье городского лекаря. За годы службы стал одним из опытнейших шведских мореходов и был произведен в адмиралы. В распоряжении шведского адмирала находилось два бомбардирских галлиота, три фрегата, девять больших галер и, главное, 15 линейных кораблей. Федор Апраксин видел, что силы не равны, и принял решение укрыть свои корабли за островками в Тверменской бухте. Флотилия стояла там около месяца. А 20 июля на выручку подоспел шаутбенахт Петр Михайлов. Петр решил рискнуть и сразиться со шведами, но при этом избежать открытого боя и переиграть неприятеля с помощью военной хитрости. В разведку был отправлен один из любимцев Петра I – лихой Мато Змаевич. Змаевич Матвей Христофорович – сербский дворянин. Первый опыт флотоводца получил на судах своего отца. Был вынужден покинуть родину из-за дуэльной истории. Принят на русскую службу в 1710 году послом в Османской империи. Затем приехал в Санкт-Петербург, где был зачислен в галерный флот капитаном первого ранга. Изучив окрестности, Змаевич первым делом рассказал царю о своем открытии. Полуостров Гангут имел узкий перешейк длиной всего в 2,5 километра. И это решило все. Вскоре Петр излагал свой план осторожному и практичному Федору Апраксину. Тот полностью одобрил предложение государя устроить переволоку и по ней доставить часть галер в открытое море, зайдя эскадре ватранга в тыл. Переволока или Волокв. Инженерное устройство для перемещения кораблей по суше. Состояло из бревенчатого помоста и деревянного настила в виде параллельных линий, по которым двигали суда. Бревна были смазаны салом. Корабли устанавливали на бревна, обхватывали канатами и тянули, часто с помощью лошадей. Перед началом работ Петр собственноручно высек на камне памятный знак у западного конца переволоки. Крест и первую букву своего имени – «П». Эту переволоку для русских галер он строил для того, чтобы замешательство посеять у шведского морского командования. Он хотел перетащить только несколько галер для диверсии. Вскоре работа закипела. Апраксин установил наблюдение за противником. Он занял мыс Гангут гвардейскими батальонами, возвел там полевые укрепления и установил береговые батареи, чтобы помешать возможной высадке шведского десанта. Для обеспечения скрытности операции всех жителей деревни Тверменная поименно переписали, запретили им выходить из деревни и установили вокруг нее караульные посты. Однако утаить инженерные работы от неприятеля не удалось. Ранним утром 25 июля четверо местных крестьян обошли караул и рассказали шведскому командованию о том, что русские строят переволоку. Разведка подтвердила рассказы крестьян и адмирал Ватранг собрал совет. Мелководье, изрезанный заливчиками берег Гангута. Расположить главные силы флота в этом труднопроходимом районе Ватранг не мог. Но он решил отправить небольшой отряд к тому месту, где русская переволока должна была выйти к морю. Ватранг выделил из состава флота эскадру судов, специально предназначенных для ведения боя на небольших глубинах. И подчинил ее контр-адмиралу Нильсу Эринчольду. Эринчольд Нильс – шведский флотоводец. Морскую карьеру начал в возрасте 18 лет. С 26 лет – капитан. Отличался мужеством и твердостью духа. Когда в 1708 году подчиненное ему судно потерпело крушение в Балтийских водах, не потеряв самообладание, спас команду от гибели. 25 июля суда Эринчольда вышли, чтобы занять позицию у конца переволоки. Если бы русские галеры добрались до этого места посуху, шведы легко превратили бы их в щепы залпами с моря. Но тут наступил штиль. Паруса мощных шведских кораблей беспомощно обвисли. Зато русский грибной флот, независящий от ветра, получил преимущество. Теперь Петру была не нужна даже переволока. Он решил обойти шведскую эскадру на веслах. Наши отлично знали особенности поведения погоды в этом регионе в это время. То есть, как мы сейчас сказали, гидрометроцентр работал на 5, этот самый 18-вековый. И что ж, шведы обладали в первую очередь парусными судами. В штиль они встали и не могли маневрировать. Могли, да, их, конечно, при помощи грибных шлюпок могли разворачивать, могли буксировать. Буксировать, то это все какая-то черепашья скорость. И тут наши легкие грибные суда получили решительное превосходство, потому что мы уводим весь флот из ловушки. 26 июля два отряда русских галер прошли под самым носом у Ватранга. Шведский флот стоял близко к берегу, поэтому обходили его по большой дуге через открытое море. Адмирал Ватранг в ярости приказал буксировать крупные корабли с помощью шлюпок, но за русскими галерами не поспел. Безрезультатно шведы били из бортовых орудий. Они находились слишком далеко от цели и не могли причинить урона. 20 галер без повреждений и потерь в личном составе в Шхеры счастливо прошли, как записано в походном журнале царя. Видя успех предприятия, Петр и Апраксин послали следом 15 остальных галер авангарда. Отряд Эриншольда, который занял позицию у теперь уже бесполезной переволоки, оказался заперт 35 кораблями русского галерного флота под командованием капитана Змайнича. Здесь же находился и сам Петр. Ватранг опасался, что русские могут повторить свой прорыв. Поэтому, когда задул легкий ветерок, он велел капитанам вывезти корабли дальше в море. В ответ на это Апраксин вновь обошел Ватранга, но на этот раз другим маршрутом. Русский адмирал двинул основные силы галерного флота между неприятельскими кораблями и берегом. То есть буквально по тому месту, где еще вчера стоял Ватранг. Шведские корабли тянулись шлюпками, вели артиллерийский огонь, но результат был достаточно смехотворен. Борт одной из галер пробило огромное 24-фунтовое шведское ядро, но результат был комичный. Офицер российский писал о том, что это ядро у него оторвало каблуки от сапогов. И генерал-адмирал Апраксин, ну это такой юмор был того времени, доставили и это ядро огромное, и оторванные сапоги с оторванными каблуками этим ядром. Лишь одна русская галера Конфай села на мель и досталась шведам. Часть людей с нее успели спастись на шлюпках, но 232 человека попали в плен. 98 галер из 99 прорвались и заблокировали шведский отряд контр-адмирала Эриншольда. Эриншольд пытался выйти из этих шхер, но он был передовым отрядом, россиян заперт. Охотник и жертва поменялись местами. Теперь уже весь российский галерный флот перегородил Эриншольду путь для возвращения к основным силам адмирала Ватранга. Ветра по-прежнему не было. Ловушка захлопнулась. Петр взял общее командование на себя. Гребцы на галерах, недавно проделавшие по морю путь в 40 километров, были до крайности утомлены. Поэтому русская сторона начала не с пушечного огня, а с переговоров. Генерал-адъютант Ягужинский передал Эриншольду предложение сдаться, но получил гордый ответ. Я всю жизнь служил с неизменной верностью королю. А король не для того вверил мне под команду корабли, чтобы я сдал их без боя. И что сейчас царь увидит, что такое шведский дух, что такое шведское мужество. И мы еще поспорим с русскими, с царем за каждый дюйм, потому что это шведы. Обе стороны начали готовиться к сражению. Свои корабли шведы расположили в наиболее узкой части Рилаксфьорда, мощный 18-пушечный флагман «Элефант» и 6 «Галер» были построены в виде полумесяца. Во второй линии под защитой их артиллерии встали три «Шхербота». «Шхербот» – небольшое мелкосидящее парусно-гребное судно. Предназначалось для плавания между шхерами, скалистыми островами и полуостровами сильно изрезанной береговой линией. «Шхербот» короче и легче «Галеры», отличается большей маневренностью. «Эриншольд» сосредоточил свои корабли на линии длиной в 400 метров. Они стояли очень близко друг к другу, обеспечивая плотный огневой заслон. При этом фланги шведов упирались в отмели, чтобы русские корабли не могли их обойти. Флагманом шведской эскадры был стоящий в центре оборонительной линии трехмачтовый «Прам-Элефант», на котором находился «Нильс Эриншольд». «Прам» – парусное плоскодонное судно, вооруженное пушками большого калибра. Предназначалось для действий на мелководье и в реках. Чаще всего использовалось для бомбардировки укреплений или иных инженерных сооружений на побережье. «Элефант» нес 18 орудий и был сильнейшим из шведских кораблей. Шведы планировали использовать его как плавучую батарею, чтобы разбивать русские галеры на выходе с переволоки. Петр выделил для атаки 23 скамповеи, остальные корабли оставил в резерве. Ударная эскадра была разделена на три отряда. Перед каждым Петр поставил особую задачу. На правом фланге был отборный ингерманландский полк, куда наиболее таких сильных и видных внешне мужчин отбирали. На левом фланге также был высокий процент гвардии. И середину боевого построения образовывали 11 скамповей. Их задача была в основном артиллерийский огонь вести. Более того, фланги были усилены артиллерией, потому что полугалеры имели достаточно мощное артиллерийское вооружение. Авангардом прорыва и правым флангом атакующего строя «Галер» руководил неутомимый капитан Мато Смаевич. Командовал атакой генерал Вейде. Вейде Адам Адамович. Военачальник, генерал от инфантерии. Начал службу в потешных войсках Петра I. Участвовал в азовских походах, изучал военное и морское дело во Франции, Австрии и Англии. Составил воинский устав, в котором изложены обязанности чинов, правила их поведения и строевого обучения войск. Участвовал в осаде шведской крепости Нарва. Команды кораблей и пехота составляли около 4 тысяч человек. Сам царь, координируя атаку, шел на скамповее за авангардным отрядом в полумиле от противника. Бой начался ровно в 14 часов. Русские корабли пошли во фронтальную атаку. Передовые галеры открыли огонь. Шведы ответили шквалом ядер. Наши шли на шлюпках, на сближении к фрегату, который из всех бортов, из всех пушек отстреливался. Тут, конечно, требовалось огромное мужество, но какой-то тактической хитрости не требовалось. Просто как можно быстрее преодолеть простреливаемость пушек пространства и, использовав численное превосходство, полезть на штурм фактически. Перестрелка не дала перевеса ни одной из сторон. Ни одно из судов не загорелось и не затонуло. Ядра били в мачты и борта, ломали весла, косили моряков. Мобилизация данных российских архивов позволила выяснить, что артиллерийский огонь во время баталии вели до 143 российских орудий. В реальности их было больше. У шведов в ответ вести артиллерийский огонь из 112 шведских пушек могли 92. То есть налицо превосходство в артиллерии было, как и на Полтавском поле. Почерк Петра Первого, он узнаваемый на море и на суше. Но Петр мог использовать и ружейный огонь абордажных команд, отлично обученной пехотой. Галеры сблизились с эскадрой Эриншольда на расстоянии ружейного выстрела. Грянул залп другой. Галеры, не меняя курса, шли вперед. В самом начале боя Петр отправил скамповеи в обход шведов. Им предстояло обогнуть островок, к которому примыкал фланг шведской эскадры. Маневр сложный и потенциально опасный. Мели и подводные камни в этом месте могли погубить суда. Скамповеи двигаются очень медленно и очень осторожно, буквально на черепашьем ходу. Поэтому две скамповеи не успели фактически вступить в баталию. Зато третья скамповея под командованием капитана Андрея Мающука очень аккуратно и пройдя очень тяжелый и сложный путь ударила Эриншольду в тыл. И сумела открыть огонь фактически еще на скорости, огонь на поражение, еще двигаясь. Это было большой неприятностью, большим неприятным сюрпризом для шведов. Одновременно русские галеры подошли к шведским кораблям. Выполняя замысел Петра, ни одна из галер не приближалась к элефанту. Атака была направлена на фланги, где стояли более слабые галеры. Элефант не мог помочь своим галерам. Корпуса своих же судов не давали его канонирам как следует прицелиться. Русские абордажные партии напали на две крайних галеры. На палубы вражеских кораблей ворвалась русская пехота. С расстояния нескольких шагов в упор шведы били по ней картечью. Было двухчасовое сражение. И массовый героизм с двух сторон. Ни один шведский корабль не сдался без боя. Многие русские матросы, как Александр Матросов в годы Великой Отечественной, с таким пылом образались на вот эти пушечные порты шведского флагманского корабля «Элефант», словно по-русски, на шведские пушки, что некоторые из них были не ядрами, но, как Петр I писал в дневнике, вот в морском журнале духом пороховым из жерла орудия разорваны были. Когда русская пехота ворвалась на вражеские корабли, в ход пошло холодное оружие. Длина клинков стальных и обоюдоострых морских палашей составляла от 95 до 107 сантиметров. Кроме палашей, во время абордажного боя на галерах использовались так называемые «топоры приступные», «топоры русские» и «тесаки». Также солдаты сухопутных полков имели на вооружении фузеи, ружья и шпаги. Все фузеи были снабжены штыком. Скоро экипажи всех шести неприятельских галер сдались. Участь шведской эскадры была предрешена. Но Эриншольд на «Элефанте» не спускал флаг. Он все еще надеялся на подход основных сил адмирала Ватранга. Но ветра как не было, так и нет. Для русских моряков «Элефант» являлся весьма ценным призом, захват которого должен был увенчать баталию крупным успехом. К вражескому кораблю устремились сразу 11 русских скамповей. 256 матросов и солдат на борту «Элефанта» отбивались из последних сил. А русская пехота штурмовала громаду «Элефанта» словно маленькую крепость. Чтобы залезть на этот порт по штормовым трапам, по веревкам, тебе придется лезть фактически на третий этаж. При том, что ты будешь не просто лезть, корабль еще качается на волнах, а сверху в тебя стреляют очень недобрые шведы. И другие недобрые шведы ждут тебя с топорами. Вот я представляю, как люди лезли на эту стенку просто под свинцовым шквалом, который на них обрушивался, и как они сумели через нее вообще перелезть и победить там в итоге на этой палубе накачающейся. Для меня это до сих пор вообще загадка. Потому что я наш-то, питерский стандарт, облазил от ЭДО своими руками и ногами. Я просто не представляю, что нужно иметь за мотивацию, какое нужно иметь вообще железное абсолютно сердце, чтобы первым полезть вот на эту качающуюся деревянную стену. Я точно знаю, что, скорее всего, ты-то лично не выживешь. Твои товарищи тебя, возможно, подопрут и разовьют, так сказать, твое начинание, но ты лично, как идущий впереди, скорее всего, уже покойник. Однако при этом идти все равно в бой. Пехотинцы лезли на приступ со всех сторон, кололи шпагами, полили из ружей, работали штыками. На исходе второго часа битвы элефант пал. Сам адмирал Эриншольд получил семь ранений. Лишь поняв, что его флагман захвачен, он приказал подать шлюпку. Но русский пехотный капитан Бакеев взял шведского командующего в плен. В Гангутской битве шведы лишились всех десяти кораблей. Пленными эскадра Эриншольда потеряла 580 человек, убитыми около 360, ранеными 350 человек. Русские потеряли убитыми 124 человека, ранеными 342 человека. Петровская эпоха раскрепостила человеческий потенциал. И люди, зацаря веру и отечество, ревностно служили. Что под Полтавой, что в Гангутской баталии. И надо сказать, что Петр, как и под Полтавой, ему приписывают то, что он не считался шведскими потерями. Миф абсолютно. Он это очень следил за тем, чтобы потери были минимальные. И он добился этого не только под Полтавой, но и в морской баталии при Гангуте. Ветер подул в паруса флота Ватранга лишь ночью с 27 на 28 июля. К тому времени эскадры Эриншольда уже не существовало. Узнав об этом, шведский адмирал поспешил к берегам своей страны. Блокада русского флота в Финском заливе сорвалась. Ватрангу следовало позаботиться о защите берегов самой Швеции. Русские галеры могли атаковать их в любой момент. Через две недели Петр I праздновал первую российскую военно-морскую викторию. Захваченные суда провели вверх по Неве мимо Петропавловской крепости, дворцов и адмиралтейства Санкт-Петербурга. Город встречал победителей орудийными салютами. Русская пехота торжественно прошествовала по Троицкой площади. За нею шли пленники во главе с Эреншольдом. Петр отнесся к шведскому командующему с большим пиететом, огромным уважением. Он представил Эреншольда своим приближенным как человека очень отважного и очень знающего в морском деле во время трапезы, во время празднования, во время застольного такого празднования. Эреншольд будет сидеть у одесного царя, рядом с царем, за учителей своих, за здравный кубок поднимаем. Впервые это прозвучало на самом деле не во времена Полтавской баталии, а вот в этот момент. И впоследствии Эреншольд оказался в русском плену в течение очень долгого срока. Его освободили только в 1721 году по заключении мира. И это показывает, что Петр не лукавил. Он действительно считал этого человека отважным, опасным и опытным. Иначе его бы не стали так долго держать в плену и не выпускать снова в море. На шведов поражение при Гангуте произвело угнетающее впечатление. Их несокрушимое превосходство на море рассеялось, как иллюзия. Прорыв шведской блокады полностью изменил стратегическую ситуацию на Балтике. Отныне русские моряки сами угрожали Стокгольму. Наши моряки, наши офицеры поверили, что в принципе шведов можно бить на море. Потому что шведы обладали не только лучшей армией сухопутной в своем регионе, точно совершенно обладали лучшим флотом. Уж нам было с ними никак не сравняться, потому что шведы это уже морская держава с многолетней традицией. У нас эта традиция еще не было и неоткуда было взять. У нас не было истории флота, потому что у нас не было флота. И вот флот появляется и одерживает хоть маленькую, но победу. Это было очень важно. Мы просто поверили в свои силы. Оказалось, что да, можно воевать на море даже против шведов. Ну и чем это все закончилось? Мы помним, это закончилось тем, что в конце концов в Северной войне мы победили и на суше, и на море. Но до окончательной победы оставалось еще семь лет. В 1720-м судьба вновь свела шведов с русской грибной эскадрой. В тот же день, что и Гангутская баталия 27 июля, но шесть лет спустя, произошло решающее сражение при Грингаме. Русские моряки использовали ту же тактику, которая принесла им успех у Гангута. После того, как крупные шведские корабли атаковали русские галеры, те отступили, увлекая противника за собой на мелководье. А затем контратаковали, перешли от артиллерийской дуэли к абордажному бою и захватили четыре шведских фрегата. В 1721 году воюющие стороны подписали нештатский мирный договор, по которому Швеция отдавала России всю Прибалтику и часть Финляндии с Выборгом. Петр I вернул и бывшие новгородские земли, потерянные московским государством еще в начале 17 века. Россия также получила все острова в Рижском и Финском заливах. Победа в Северной войне вывела российское государство в число виднейших европейских держав и стала главным политическим достижением Петра I. Но главная победа самого государя – становление его любимого детища – русского флота. И военный флот, созданный Петром Великим, стал гарантом развития морской торговли. Вот взглянем на такой факт. В 1703 году только Петербург основан, и поздней осенью в него приходит единственный нидерландский торговый корабль. Но спустя 20 лет, в 1723 году, в Петербург приходят 383 иностранных корабля. Это один из крупнейших в Европе портов теперь. 383. Петр повелел приравнять значимость Гангутской победы к Великой битве под Полтавой. Здесь, у скалистого финского побережья, русский военно-морской флот блестяще сдал экзамен на зрелость. А начиналось все с яхты Святой Петр, которая словно живая нить связывает скромное прошлое Московского царства с блистательным морским будущим Российской империи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok